Привет, мы с вами находимся в Красносельском районе, в Сретенской части города, недалеко от станции метро Сухаревской, Садового кольца. И здесь от улицы Сретенка до Костянского переулка проходит Селиверсов переулок с односторонним движением автомобиля транспорта в одной полосе в сторону улицы Сретенка. Длина этого переулка вставляет всего 250 метров. Первоначально назывался Селиверсовский переулок, а в 18 веке получил название уже просто Селиверсов переулок, то есть в придержательной форме, принадлежавшей Селиверскому фамилии местного владельца Селиверского секретаря Берг-Коллегии. Это было ведомство горного дела в России тогда в 18 веке, который здесь очередно проживал. Ну и вот Селиверсов в смысле придержательной формы, то есть принадлежащей Селиверскому, потому что он здесь жил. Ну да, такие названия тогда давали. Значит, в этом переулке находятся всего два жилых дома, один шестиэтажный под номером 1А, другой трехэтажный под номером 3, и он построен на начале 20 века. Ну и несколько больше здесь нежилых строений, в основном это офисы, офисные здания под номером 4, 6, также медцентр под номером 8, это здание интересно, оно построено в конце 19 века. Ну, кстати, офисное здание тоже старое, еще тоже в конце 19 века. Вот это здание под номером 8, построено по заказу купца Коптева, но современное владение в начале 19 века являлось частью еще обширного двора купца Бочарову. В конце 1800-х годов, то есть в самом начале 19 века, когда Бочаров распространял по частям свое участие, территория владения обошла в состав вора Благовещенского собора Пановаря Ивана Крылова. В 1888 году новый владелец участка, купец Коптев, подал поражение о разборке всех существующих строений, о постройке каменного трехэтажного дома по красной линии переулка и каменного одноэтажного частично хозяйственного частичного фригеля. В 1813 году владелец участка, гристианин Кузьмин, предполагал настроить здание еще одним этажом, однако это не было осуществлено. Новый владелец перепланировал здание, размещая на каждом этаже, кроме первого, по две квартиры. На втором этаже он жил сам. В настоящее время здание дошло во многом сохранить планировку, декоративно убрасывание интерьеров и фасады конца 19 века. Ну и далее уже в конце переулка находится редакция журнала «Радио» за рулем. Здание Паново 10, строение 1, раньше принадлежал до СААФу, еще угодно это здание. И офисное здание Паново 10, строение 2, бывший доходный дом, начало 20 века, архитектор Иван Михайловский. Такая довольно интересная улица, как и все в Литинской части. Здесь, как мы знаем, переулочки проходят очень так плотненько, один к другим буквально нависают. И поэтому, конечно, здесь обязательно стоит погулять не только по этому переулку, но и по окрестным. Прямо вот идти можно от одного к другому, потом дальше так вот, и вот так вот идти можно. Прямо от Бульварного кольца и до Садового. Там можно и метро, соответственно, добраться от метро. Сухаревская, дальше пешком пройти к этим переулкам через улицу Сретенка можно. Да, и, соответственно, дальше уже можно на эту станцию метро и возвратиться после прогулок по этой Сретенской части города. Общественно, здравствуй по этому переулку, равно как и по всем переулкам Сретенской части города, вот этим, да, там Алмова, Головину, там Лукову, Ощерину и других, соответственно, он не Ощулову и другим он не проезжает. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.